Здравствуйте! Я Елена Пахомова. Это программа СтопКадр. Уважаемые кишиневцы, если вы думаете, что к нам в Кишинев уже пришла зима, вы ошибаетесь. Все это такое еще межсезонье. Вот за городом там действительно зима с настоящим морозцем и ветром пробирающим до костей. На этот раз наша съемочная группа промерзла насквозь в селе Миток, оканчивается на букву К Аргеевского района. Там мы познакомились с человеком, представляющим абсолютно новую должность для Молдовы, социальный ассистент. Скоро такие появятся в каждой премыре. Пока это еще не стало привычным делом обращаться к социальным ассистентам, мы решили разузнать, кто же это такой. Социальный ассистент. Очередной чиновник нашей налогоплательщиков или действительно полезный для общества элемент. Итак, прошу любить и жаловать. Пионер движения социальных ассистентов в Молдове. Нина с веселой фамилией Бэй Трэл. Плохой мальчишка. Один день в обществе социального ассистента. Начинаем. Село Миток вроде как отдельное село, а вроде как и пригород Аргеева. От города село отделяет трасса. Казалось бы, совсем рядом, но трасса еще и разделяет сельские проблемы от городских. Практически каждая вторая семья в Митке претендует на то, чтобы считаться социально уязвимой. Кому пойти, куда податься за помощью. Вроде как местным властям идти надо, то есть в премырию. Но еще полгода назад там непосредственно социальными проблемами занимались все, а значит никто. Теперь вот есть Нина Бэй Трэл. Первый и пока единственный социальный ассистент в Митке. Нина Бэй Трэл. В юности мечтала стать врачом-педиатром, но получить высшее образование так и не получилось. Заняла должность социального ассистента, победив в конкурсе инвакантное место. Специальную подготовку получила на курсах и все же собирается получить высшее образование. Хотя бы заочно. Утро социального ассистента Нины Бэй Трэл начинается с приема посетителей. Правда, пока еще не все в селе Миток знают, что в премырии появился новый специалист – социальный ассистент. Потому посетителей не густо. Термин социальный ассистент введен в обиход законом 2004 года выпуска под вполне объяснимым названием закона социальной помощи. Всего стране требуется 1135 ассистентов. По одному каждой премырии города и села. Пока удалось набрать 600. Маловато будет. После приема начинается самая главная работа на местности. Первым делом ассистент отправляется в местную гимназию. С детьми работы больше всего. Они наиболее уязвимы. Ассистенту социальный ассистенту социальный ассистенту социального ассистента. Ассистенту социального ассистента – это новая, которая в премырии, в полгода лета. Людина до сегодня не была информация. Если не было, то боми и проблеме явно existут и будут, даже говорится. потому что это жизнь, проблемы у нас были, мы считаем, что наши пионеры которые будут начать это дело с этой категорией людей в коммунии и сперем, как в будущем, чтобы мы иметь, что мы, у нас есть центры для тинерет, чтобы иметь общество. Что вы делаете? Что вы делаете? Что вы делаете? Что вы делаете? Зи в зи идентифицируем казы, невои, семьи, которые имеют ситуации в риск. Но это более удобно работать здесь, в саду вашу? Да. У нас есть опыт работы с людьми, у меня есть 27 лет в мировой и я хочу сказать, что во время, да, мы с вами нашли. Мы нескусим хаспали oppлитами и людьми воспоминания, охранные, со стороны с отцены. Что вы делаете? Да. У нас нет, мы не имеем работа social и мы хотим чтобы мы получаем чему, чтобы режиссris Мы работаем. У нас есть люди, которые лопат, люди, которые грели. Они уже исполняющие лица. Они воплощают в жизнь то, что предписал социальный ассистент и, соответственно, врач. Такое вот четкое распределение ролей и обязанностей между социальным ассистентом и работником. Конечно, лучше всего, когда они работают в паре. Тогда эффективность от работы намного выше. Какие дети в школе? Я считаю, что они могут быть в школе до 2-го года в гимназию. Что проблемы? Апар проблемы деферите. Существует когда дети лопатят лекции, они возбрали, в период времени. И требует быть проблемой, в том числе, 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 в том числе. И директория вауе ажуа? И директория, в том числе, мы помогаем. Мы очень хорошо работаем в таком случае. Очень много мне помогает в работе, в день в день. Потому что я хочу узнать, что учатся в обороне студии. Потому что у них остаются парними, которые находятся в работе, и они идут в доме и не делают лекции. Но они остаются в школе, они остаются в пятую очередь, и учатся в школе, и учатся в школе, и учатся в школе. Школа в Митке, образцово-показательная для сельской местности. Рассчитана она на 450 детей, посещает ее 251 юный Митоковец. А раньше были заняты все парты. Почему учеников стало меньше? Ну, рожать стали меньше. Демографический кризис, он и на селе кризис. Во-вторых, некоторые родители, уезжая за границу, берут с собой детей. Но это только некоторые. Большинство уехавших детей все же оставляют дома. Либо на родственников, либо отдают в Аргеевский интернат. Вроде как на время. Большинство уехавших детей. Большинство уехавших детей. Да, это очень удобно сказать. Как ребенок должен быть в семье, в семье, вне родителей. Но, из-за того, что сейчас есть родители, которые уехали на работе. Но родители остаются в обеспечении. Они не могут быть в семье, в семье, в семье, вне родителей. Они не могут быть в семье. Они не могут быть в семье. Споры о том, где быть детям в школе или в интернате, в Метоке идут уже давно. С одной стороны, понятно, до городского интерната рукой подать. И многим даже ближе ходить в него, чем в школу. С другой стороны, содержание интернатовца обходится во много крат дороже государства, чем содержание среднестатистического школьника. А если интернатовец еще и по вечерам домой уходит, то какой смысл ему туда, собственно, ходить? Получается, деньги на ветер. В школе условия прекрасные, да еще и точно так же, как и в интернате, бесплатно кормят детей из малоимущих семей. Бессмыслица какая-то получается, но так есть. Разобраться в ней пытаются не только в Метоке, но и во всех населенных пунктах Молдовы. Лучший помощник социального ассистента в разгадывании таких вот недетских ребусов – директор гимназии Татьяна Зубко. Вы не хотите получить нищие уаспетки? Плёцери. Плёцери ва помесь. В школы получаете возможность получить 30 детей в школе? В школе, в «Гимназию Меток» я могу получить больше детей, и у scо Straightener кормят нам. Один из базы материала очень хорошего. У нас есть многое в физике, биологии, Добавляем у нас очень хорошая комната, где мы занимаем все дети в классе, плюс дети в семье социально vulnerабельно. Мы имеем салу спорт, салу calculatorу, салу фестиву. Поэтому мы готовы, в любом случае, мы примем все дети, которые были в школу, в интернете. В гимназии работают те же местные жители. Они прекрасно знают, что чем дольше дети пробудут в школе, тем лучше для всех. Дети при деле будут. Потому здесь постоянно работает продленка и кружки по интересам. Ходят в них все 250 учеников. Посещение бесплатное, что для любой и не только сельской местности жизненно важно. С учетом дополнительных занятий получается, что дети остаются в школе до 4 часов вечера. Практически тогда же из интерната возвращаются их сверстники. Так что от перемен на слагаемых опять же ничего не поменяется. Но вернуть ребенка в школу полдела. Это простейшая манипуляция. Когда речь идет о семьях, куда ученик возвращается все-таки по вечерам. А что делать с теми, кто учится и живет в интернате? Тут начинается уже работа с семьей. Хорошо еще, когда хоть кто-то из родных на родине. Ведет работу с семьей Нина Беетреу. В беседах о детях она эксперт. Нина сама многодетная мать. У Нины Беетреу 5 детей. 3 сына и 2 дочери. У ее родителей было четверо детей. А в семье супруга 12. Мы были в семье с четыре детей. Сотовы были в более крупной семье. В любом случае, дети не были в институте, ни в институте. Все были рядом с родителей. У меня были в семье. У меня были в семье, в семье, в доме, в доме, в доме. У меня были в семье, в доме, в доме, в доме. У меня были в семье, в доме, в доме, в доме, в доме, в доме. Мы хотим в доме. У нас есть родители, 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 родители. Они соответствуют, например, интернету, но не будут в доме. В школе работаем много, но за ее пределами не меньше. Идем в народ. Сейчас, мы входим в з glasses и наши русские года. У нас есть ребенка в рauer. У нас есть брата, Nolan, — supportive, родители, 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 родители. У них есть угроза в дизабилитете. Мы рассказываем, что инвалид, чтобы увидеть ситуацию о нем. У него есть фамилия, как два человека в детстве, которые у него угрожили, у него есть милая. Проходим мимо свежеотремонтированного детсада. Он несколько лет стоял закрытым. Возобновит свою работу в начале декабря. Для молодых мам это манна небесная, возможность поскорее выйти на работу. Клиентами социального ассистента могут стать абсолютно разные люди. Это может быть ребенок, который остался без опеки родителей. Или временно нетрудоспособные, недееспособные люди. Либо человек без работы в какой-то определенный период времени. Задача социального ассистента не только выявить такую ситуацию, но и предложить конкретную схему выхода из ситуации. Инициаторы введения вот такой должности, как социальный ассистент, считают, что их появление позволит гораздо более эффективно, рационально использовать те средства, которые сейчас государство выделяет на всякие пособия, дотации и так далее и тому подобное. То есть нужно подходить каждому конкретному человеку отдельно рассматривать его ситуации. А вот сейчас как происходит? Ну вот, например, группа инвалидности, да, это такое общее клише, клеймо. То есть все должны получать определенную там помощь от государства. А на самом деле как ведь у нас? Человек со второй группой инвалидности или третьей, он действительно иногда трудоспособен, дееспособен. Он может многое. И он вполне может состояться. И так часто и происходит. И это очень даже хорошо. Но человек, который может претендовать на первую группу инвалидности, он должен был бы получать помощь от государства, но не может. Потому что у него просто нет денег для того, чтобы добраться до комиссии и наконец-то получить эту заветную бумажку удостоверения. И вот как подходить в этой ситуации? Кому нужна более помощь? Так что всех под одну гребенку никак не причешешь. Первый двор, который мы посетили, семьи Галашан. Из четырех ее членов у троих группы инвалидности. Самый тяжелый, лежачий сын Сеня. Сеня, боназива. Бонай. Кум ти сэмс ту? Машин три, ага. Рэв ти сэмс? Да. А ну мекучи ти сэмс рэв? Что ты думаешь? Мама уехала ненадолго, всего лишь в город к врачу. Но Синя склонен драматизировать любую ситуацию. Такой склад характера. Хотя остальные в семье оптимисты. Семья по метоковским меркам живет складно, но скромно. Помощь ни от кого не просит. Пытаются сами со всем справиться. Социальная система знает о такой вот гордости, потому и наведывается в эту семью сама. Следующий визит в семью учителей. Нина признается, визиты в семью Тетеля для нее праздники. Петр Иванович и Елена Ивановна были ее учителями. Елена Ивановна и вовсе была классной руководительницей. Она продолжает учительствовать, но вместо прежней математики преподает домоводство. И разговор, конечно же, каждый раз заходит о математике. Супруги тоже никому на жизнь не жалуются. Но видно, что уважаемым в селе людям тоже в старости нелегко приходится. Эти визиты совершаются в преддверии Дня людей с ограниченными возможностями. Впрочем, и без праздников к таким людям заглядывать надо, чтобы держать руку на пульсе. Профилактика сложных случаев всегда обходится дешевле лечения. Последняя на этот день встреча с семьей Филипп. Это тот самый невнятный случай. Папа мальчика погиб, мама за границей, но бабушка и дедушка в селе. Потому он в интернате вроде как на полупансионе. Днем там, ночью здесь, дома. Каждый вечер он, ночью и дома. А что же его туда отправлять на день? На учебу. А что в школу в эту не отправлять? Я думаю, что у кого урфан, но и семью урфан. Семью урфан. Что делать с таким ребенком? Переводить его в школу или нет, социальный ассистент никак не решит. С одной стороны, вроде как может и в селе учиться. С другой стороны, он уже в восьмом классе, выпускном в интернате. И вот такие случаи добавляют седины на голове ассистента. Как поступить, чтобы не только букву закона соблюсти, но и человеку не навредить? Вопрос. Потому главная задача Нины Боэтрео сейчас не столько таких вот мальчишек из интерната в школу переманивать, сколько следить за тем, чтобы такие случаи явного недосмотра, нелогичности поступка не повторялись впредь. Таким был День социального ассистента. Трудная эта работа, полезная, но пока не слишком высокооплачиваемая. Даже, я бы сказала, малооплачиваемая. Но в Молдове пока не перевелись энтузиасты. С одним из них мы вас и познакомили в этой программе. А мы встретимся с вами через неделю на том же месте, в тот же час, с рассказом о новом дне и совсем другой истории. Редактор субтитров А.Семкин